здравствуйте господа здравствуйте дамы всем привет за что будет кино кино будет за комбикорм для кур несушек для кур несушек которые будут нести мне инкубационное яйцо они сейчас начинают нестись вот сейчас я им буду давать полноценный по моим прикидкам комбикорм почему полноценный потому что зимнее время нет возможности дать траву нет возможности курицы поковыряться в земле то есть получить какие-то дополну дополнительные источники витаминов и веществ природных значит нужно комбикорм давать как можно более богатый рацион сейчас буду рассказывать и показывать попытаюсь хотя бы чуть-чуть разжевать и в рот положить для чего это делается и зачем какой ингредиент значит что первым делом то есть как бы вот дробилка вот смеситель 200 литровая бетономешалка очень чисто китайского производства ну слава богу пока работает значит первым делом жмых подсолнечный вот на такой объем на 200 литров то есть вот этот объем в 200 литров примерно выдает 100 110 килограммов комбикорма значит вот на 100 110 килограммов комбикорма вот я сыплю полтора ведра подсолнечного жмыха это примерно 15-17 килограмм я меряю ведрами 20 литровыми кому нужно или хочется можете считать пересчитывать раскладывать и так далее можно конечно тут по умничать на тему протеина но делать этого я не буду кому надо пускай умничает значит что далее вот сейчас я начинаю собирать всю как говорится мелочь которая добавляется в комбикорм мною значит первым делом первым делом вот я сюда засыплю вот здесь у меня ракушка для чего нужна ракушка для формирования скорлупы яйца то есть вот вот такую кружку полутора литровую это примерно около кило восемьсот двух килограмм далее что я сыплю в это ведро вот полторы таких кружки мела это тоже порядка кило восемьсот два килограмма опять же делаю это все довольно таки приблизительно это тоже для формирования скорлупы ракушка еще для улучшения пищеварения то есть для работы мускульного желудка нормальной птицы значит далее беру вот вот так в баночке премикса однопроцентный премикс не бмвк не бмвд однопроцентный премикс тоже это все сюда поехали далее вот здесь у меня написано сода вот здесь у меня написано соль мерники тоже вот сода вот этот мерник 200 грамм вот так вот это 200 грамм соды 200 грамм соды на 100 килограмм комбикорма для чего сода для профилактики они для лечения мочекислого диатеза соль вот здесь 250 300 граммов соли это тоже обычная поваренная соль это источник натрия и и выступает в роли консерванта при хранении комбикорма недельку полторы он может храниться сюда далее начинаю вводить белок животного происхождения животного что я для этого использую вот это рыбная мука вот посмотрите сюда качество рыбной муки которую я покупаю об этом не говорят коты мои вот если они дерут мешок вот так вот а коты у меня кормлены на убой то значит рыбная мука качественно если они подходят к мышку рыбной муки значит рыбная мука не качественная это качественная рыбная мука значит вот рыбной муки буквально кружечку это где-то килограмма полтора источник фосфора источник марганца ну естественно животного белка животного происхождения далее вот это кровяная мука как утверждает производитель протеин 80 процентов но слабо верится конечно но для чего кровяная мука курочка занеслась может снести яичко с кровью в крови яйцевод еще не ушел другая птичка может заинтересоваться и начаться расклев яйцевода и как следствие гибель птицы потому лучше ее дать ей кровушки другой пускай она жрется и не трогает своих значит вот буквально два килограмма на сто килограмм вот этот объем 20 литрового ведра вот этот объем 20 литрового ведра теперь вот то что осталось место добиваю мясокосной мукой мясокосная мука не куриная а крс мука первого сорта то есть стараюсь брать мясокосную муку с более высоким содержанием белка то есть здесь должно быть около 37 процентов плюс еще ко всему то что она мясокосная это еще один источник кальция кальция опять же не минерала а животного происхождения то есть потому что мука мясокосная это примерно килограммов 8 получается мясокосной муки 8 10 где-то так да примерно на сто сто десять килограммов корма вот вот так вот ведерочка и в стороночку его пока поставил то есть сейчас я сюда собрал соль соду премикс мел ракушку рыбную кровяную мясокосную муку вот это все в одну виду вот теперь зерновой корм зерновой корм я использую только пшеницу и кукурузу значит сейчас вот на настоящий момент пшеница стоит подороже и как бы туговато с ней потому больший объем идет кукурузы это не сильно важно зерновой корм это зерновой корм значит вот сейчас что я делаю значит на вот это бетономешалку мне нужно всыпать два ведра пшеницы полных и четыре ведра кукурузы ну начнем с чего начнем с кукурузы так 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 ну вот два ядра есть все пошло в бетономешалку вот засыпал два ведра кукурузы затем беру вот это ведерко которое приготовил то есть засыпаю слоями и высыпаю сюда теперь ведро пшеницы пошло значит кукуруза у меня есть и молотая собственно она молотая это отходы кукурузы собственно практически кукурузная мука и труха значит ее одно ведро ну дальнейшем использовать ее по возможности можно использовать можно не использовать неважно вот еще два ведра кукурузы и ведро пшеницы сейчас была засыпана пшеница теперь засыплю вот эту кукурузу затем опять пшеницу и опять кукурузу покажи иди сюда покажи вот бетономешалка практически полная вот сейчас там примерно сто сто десять килограммов накрываю это дело вот такой приспособой чтобы при смешивании это все не высыпалась не просыпалась мимо все это не весьма хитро доступно вот накрыл теперь осталось включить все заложено включаем ставлю вот в такое положение и пошло смешивание минут от пяти где-то до семи минут больше нет вниз не следует держать за 5-7 минут она смешается после того как смешается здесь как бы предварительное смешивание далее на размул в дробилку сетка установлена четырех миллиметрового диаметр сетки здесь произойдет окончательное смешивание и дробление вот собственно говоря и все до свидания пишите комментарии ставьте лайки дизлайки подписывайтесь на канал всем привет и 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